Привет всем, с вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня мы поговорим о оформлении гражданства Российской Федерации, приема гражданства Российской Федерации и дальше в последующем оформление паспорта. В данном случае у нас есть несколько вариантов по срокам, мы сейчас их разберем. Первый вариант это упрощенный порядок оформления гражданства, то есть когда вы подаете с РВП по программе переселения, по браку при наличии общих детей с гражданами России или с видом на жительство, срок рассмотрения составляет 3 месяца плюс в течение месяца уведомления, присяга и оформления паспорта. Это упрощенный порядок. В соответствии со статьей 14 Закона о гражданстве или четырехстороннее соглашение, все равно срок составляет 3 месяца, плюс в течение месяца процесс уведомления, присяга и оформления паспорта. Второй момент это когда вы в общем порядке подаете на гражданство, когда вы с видом на жительство прошили непрерывно 5 лет, иных оснований, например, у вас нету, сдаёте документы в общем порядке, ожидайте фактически год и более указ президента официального, опубликованного, и дальше вы согласовываете опять же в ОВМ, оформление присяги и дальше уже подача документов на сам паспорт. То есть в данном случае год и более. Это общий порядок 3 месяца, плюс в течение месяца решение вопросов с уведомлением, присягой и оформление паспорта. Это упрощенный порядок оформления гражданства при наличии естественной оснований. Теперь самый быстрый вариант, самый быстрый путь к оформлению вот этого упрощенного порядка гражданства. То есть это когда у вас есть основания по РВП, например, программам переселения или по браку, вы оформляете РВП и дальше сразу подаёте на гражданство. 60 суток у нас РВП для безвизовых стран, 4 месяца для визовых стран, и соответственно вы сдаёте сразу на гражданство ещё 3-4 месяца. Итого, грубо говоря, в течение 6-8 месяцев вы с начального этапа, опять же, по основаниям, можете оформить гражданство паспорт Российской Федерации. Та же самая процедура, если у вас есть основания, минуя РВП, оформить вид на жительство в упрощённом порядке. Например, по носите русского языка, по диплому с отличием, по профессии, родителям, детям и так далее. То есть сразу здесь также процедура, от 2 до 4 месяцев мы решаем вопрос с оформлением вида на жительство, и в последующем, опять же, 3-4 месяца гражданства. Итого 7-8-9 месяцев вопрос оформления гражданства Российской Федерации, процедура, то есть с начального этапа, с миграционного учёта, с начала регистрации до получения паспорта. Это второй вариант. Третий вариант – это когда у вас нет никаких оснований, вы решаете вопрос с квотой, или получаете РВП, минуя квоту, например, как гражданин Украины, Молдовы, Казахстана, по браку, потом живёте с РВП 8 месяцев, потом получаете в течение 4 месяцев вид на жительство, и дальше сдаёте уже на гражданство. То есть в данном случае процедура оформления и получения паспорта, она может занять более полутора лет. Опять же, с момента оформления регистрации первичной до получения паспорта Российской Федерации. Естественно, если есть какие-то препятствия, проблемы с документами, то этот процесс может затянуться и в первом, и во втором случае, и, естественно, начиная либо с квоты, либо уже со статуса РВП, в соответствии с той же стоимостью, когда у тебя есть основания. Но в целом, значит, если нет оснований, либо по квоте ты подаёшь, либо по наличию гражданства, браку, диплому Российской Федерации, начиная с РВП, то вся процедура может занять полтора и более года. Спасибо, что посмотрели данное видео. Успехов вам в решении данного вопроса, в прохождении вот этих этапов. Естественно, ещё раз подчеркну, если есть варианты начать с вида на жительство, какие-то в упрощённом порядке, там, по родителям, детям, решить вопрос с получением решения, носить русский язык и дальше сразу выйти на вид, конечно, лучше начинать с вида на жительство, миновать этапы РВП, квоты и так далее, тем самым себе ускорить получение паспорта Российской Федерации. Успехов вам в решении данных миграционных вопросов. Всего доброго и на связи с вами.